Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня в нашей студии Ника Виардо, нетипичный нейропсихолог. Здравствуй, Ника. Да, Мария, добрый день. Продолжаем нашу программу. Они, я тебе скажу, пользуются интересом у наших телезрителей, потому что действительно темы, которые мы с тобой обсуждаем, они актуальны и интересны каждому. Причем независимо от занятости, независимо от возраста, действительно здесь каждый найдет ответ на свой вопрос, который хоть однажды, но возник в голове. Итак, а сегодня мы говорим о семье, и давай вот все-таки как-то разграничим. Вот семья – это беззаботная жизнь или тяжелый труд? Мне очень понравилась твоя формулировка «давай разграничим». Давай, возьмем пилу сейчас и распилим. А как ты думаешь, семья – это что, беззаботная жизнь или тяжелый труд? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, мне кажется, это как повернешь. Вот все-таки. То есть это может быть, с одной стороны, беззаботной жизнью, но может быть и тяжелым трудом, но только тогда, когда обе половины понимают это и готовы идти друг к другу навстречу. То есть, безусловно, конечно, говорим о партнерстве, о взаимопомощи, о уважении, ну и, безусловно, о любви. Наверное, вот то, на чем, на мой взгляд, строятся семейные отношения. Смотри, и здесь ты сказала очень важную фразу «в зависимости от того, как вы договоритесь». И когда люди создают союзы, они почему-то не договариваются сразу. И что имеет в виду один человек под понятием «семья», и что имеет в виду другой человек под понятием «семья», спустя пять лет вдруг оказывается разными понятиями. Ну, потому что зачастую мы действуем эмоциями, мы влюблены, мы в эйфории, нам кажется, что это он единственный, или ему кажется, что все вот она, то прекрасное, что с ним уже случилось в жизни, и именно с ней он готов встретить беззаботную старость, но вдруг что-то идет не так. Да, или, понимаешь, здесь ключевое слово, что человеку кажется. И человек что в этот момент делает? Он верит в свою когнитивную реальность, которую он придумал. Ему кажется, что этот человек наделен такими качествами, а их там никогда не было. То есть, получается, у нас вот когда любовь, у нас сразу опускаются розовые очки, и мы видим то, что хотим видеть, но не то, что есть на самом деле. Абсолютно. Дело в том, что с точки зрения физиологии тела про любовь написали уже практически все нейрофизиологи, исследовали этот процесс с точки зрения гормональной регуляции, что же у нас там такое происходит, откуда все эти бабочки в животе, откуда эти горные, откуда это желание, откуда вообще все это проявляется. И в этом есть определенная физиология человека. Но психика, она имеет свойство адаптироваться. То есть, она говорит, окей, тебе хочется, я сейчас влюблюсь, давай мы будем любить друг друга. И ты знаешь, обрати внимание на все сказки, которые нам читали в детстве. Происходят какие-то события, эти события обязательно объединяют людей, эти события обязательно... Нет, все в финале свадьба, и жили они долго и счастливо. И? И дальше никто ничего не знает. Они просто жили долго и счастливо. Да, и точка, да. То есть, мы знаем психодраму, мы знаем, что происходило, мы знаем, что нужно подождать принца на белом коне, и в это время обязательно надо лежать в крустальном гробу. И я людям говорю, девушкам особенно, подождите, а зачем вы это делаете? Ну, пусть ваш принц где-то там вас ищет, ты же можешь заняться собой, заняться своим развитием. Может быть, вообще не тот принц, как будто... Ну, не обязательно обязательно к гробу принц. Конечно, которого ты ждешь. В хрустальном. Да, тем, даже в хрустальном. Знаешь, как есть такая история, уровень анекдота. Ты кто? Я твой принц. В смысле? Я вижу, коня вижу, а принц-то где? Да, то есть, мы очень часто ждем того, чего сами не знаем. И на самом деле, про отношения, особенно между мужчиной и женщиной, очень важно ответить вначале самой себя, чего я хочу от отношений. Вот, например, женщины, очень многие, когда получили негативный опыт первого брака, они говорят, нет, не хочу, никакого мужчины больше рядом, на моей территории, ни в коем случае. А по сути дела, мы о чем говорим? Мне страшно, что этот человек поведет себя так же, как и тот. И здесь очень часто надо определиться, слушайте, а вот если я хочу построить отношения, то как? То каким должен быть этот человек, какие эмоции он будет проявлять в наших отношениях, кроме любви? Потому что есть же разные, смотри, есть воодушевление, есть поддержка. А что это такое? Вот представь себе, буквально на днях у меня была консультация с женщиной, она хочет открыть интернет-магазин. Она очень активна, она позитивна, у нее потрясающе работает мозг, у нее много энергии. Но муж каждый раз ей говорит, зачем тебе это? Зачем тебе это? И муж ей каждый раз еще говорит, ты должна любить то, что я люблю. Ты должна делать то, что мне нравится. Я говорю, а можно задать вопрос, что нравится вашему мужу? Ему нравится рыбалка. Я говорю, правильно понимаю, что вы тоже... Влюблены в рыбалку, в кавычках. Да, что он призывает вас тоже полюбить рыбалку. И ведь, понимаешь, ведь об этом надо говорить не в тот момент, когда уже двое-трое у тебя по лавкам сидят, а в тот момент, когда вы встретились. Дорогая, я люблю рыбалку. Готова ли ты со мной это разделить? И ты честно говоришь, слушай... Я не люблю рыбалку. И в этот момент ты честно говоришь, слушай, ты знаешь, я готова разделить с тобой это увлечение. Я люблю театр. Да, когда ты пойдешь на рыбалку, я пойду в театр. И даже если это время не совмещено, ну, по времени, например, в воскресенье с утра у тебя там в 6 утра рыбалка, а театра в это время просто нет физически, то я буду рада, когда ты будешь наслаждаться тем, что тебе нравится, и будешь поддерживать мое увлечение. И тогда, представь себе, в твою жизнь появится, ну, в твою жизнь, не в твою, а вот в жизни тех людей, про которые мы сейчас говорим, вот у них, появятся именно те самые люди, которых они ждут. Это не какой-то эфемерный принц на каком-то, даже пусть это халтыкинский конь, самый дорогой в мире и самый очень красивый, а это нормальный человек, который способен рождать в тебе воодушевление. Ты знаешь, что такое воодушевление? Когда тебе хочется... Вот, вот, я вижу, я знаю. Когда тебе хочется жить. Да. Когда тебе хочется блестеть. Когда тебе хочется вот это состояние любви, которое в тебе рождается, воодушевление, передавать другим людям. И тебе в этот момент уже совершенно все равно, кто что про тебя сказал, кто что про тебя подумал, как твой ребенок прыгает по лужам или не прыгает по лужам. Ты воспринимаешь этот мир адекватно, потому что в этом состоянии у тебя столько энергии для того, чтобы творить. Мне очень нравится, я прям рекомендую всем, читайте Славу Полунину, читайте, как он создает свои творческие процессы, которые на самом деле приносят очень неплохие доходы. Там каждый процесс творческий рождает хороший бизнес-продукт. Ну, мы давай вернемся все-таки в семью. Да, давай вернемся в семью. И смотрите, что происходит в семье. Мы ищем партнера по принципу недостаточности. Я хочу подарить свою любовь кому-то. Я хочу любить и быть любимой. Научись сначала любить себя. Научись дарить ее самой себе. Научись отвечать на вопрос, а что, собственно говоря, мне нравится делать, чтобы чувствовать вот то, что ты показала, воодушевление, да? Ну, потому что, ну, смотри, нам с детства, мы это слышим, видим, читаем, нам это говорят, что обязательно у каждого есть вторая половинка. То есть, получается, мы что, неполноценные? Ну, мы же полноценные. Вот, молодец. Ведь абсолютно можем испытывать все эти эмоции, независимо от того, приклеилась к нам вторая половинка или не приклеилась вторая половинка. Просто вторая половинка даст нам в два раза больше эмоций, энергии, обогатит, подарит какие-то новые совершенно грани. Те, которые они и были, но просто они засверкают иначе. Ну, вот, получается, что это, подмена? Почему, почему, почему так происходит? Знаешь, на самом деле тоже очень много психологов, кто занят поведенческими паттернами человека, так называемые бихевиористы, они исследуют, как создается, рождается психика человека. И, по сути дела, с момента рождения мы не знаем, кто мы. С момента рождения мы представляем себя через призму других людей. То есть, то, что ты сказала, нам говорят, надо быть такими. И поэтому очень многие женщины начинают на себя надевать роли, как костюмы. И часто несут это всю жизнь, даже когда им уже совсем неудобно. Из костюма я выросла, а я продолжаю быть идеальной матерью. Или я продолжаю быть идеальной хозяйкой. И уже давным-давно идеальная мать поменяла идеальную, красивую, счастливую женщину. И я отдаюсь вся роли идеальной матери, забывая там о потребностях своих, и тем более о потребностях своей семьи, в частности, эмоциональных. И здесь очень правильно ты сказала. Встречаться нужно людям на момент, когда они целостные. Не я ищу у другого человека ресурс. Ты знаешь, вот это состояние в отношениях, тоже сейчас исследовано, оно разрушено. Когда мужчина ищет женщину как ресурс, ее молодость, ее энергию, и за это он готов осыпать эту женщину дарами. На самом деле все женщины об этом мечтают. Смотри, какой классный обмен. Я тебе молодость, ты мне дары. Но мужчины тоже от этого устали. На самом деле, я не соглашусь, не все мечтают. Это опять последних лет тренд. Это некий тренд. То есть ты мне молодость, я тебе Мальдивы или что-то еще. И девушки, они не успевают выйти из школы. Они уже мечтают о олигархах, бизнесменах и о прекрасной жизни в Большом дворце. И желательно ничего не делать, но чтобы все было. Но так не бывает. Этот тренд как раз уходит в прошлое. Он, конечно, культивируется. Опять навязанный. Ну смотри, сериал «Содержатки». Ну это же об этом. Или, например, парни друг перед другом, у кого какая лучше. Это же тоже об этом. Но на самом деле это не об этом. Это о том, что они реализуют свою потребность быть первым и быть лучшим через какие-то другие структуры. У меня там лучше машина, да, поэтому я успешнее в бизнесе. Не факт. Сегодня успешная, а завтра нет. И если мы возвращаемся к отношениям, то вот отношения, когда мы, по сути дела, пытаемся забрать у другого какой-то ресурс, которого мне не хватает, они сегодня относятся к ломаным конструкциям. Потому что человек – это целостная единица. И это не про феминизм сейчас я хочу сказать, когда я говорю женщинам, если ты чего-то хочешь, ты можешь это сделать сама. Ты можешь и заработать ровно столько, сколько ты хочешь. Ты можешь стать такой женщиной, которой мужчины сами будут тянуться. Как такое невозможно? Это возможно. Потому что в этот момент к тебе притянется тот человек и та половина, точнее даже не половина, а тот такой же целостный человек, с которым вы можете создавать миры, с которым вы можете договариваться. Ведь первое и самое главное, что нужно научиться делать в отношениях – договориться. Не менять друг друга. Чем занимается большинство семейных пар? Они пытаются друг друга изменить. То есть жена занимается мужем, его увлечениями, муж занимается женой, и они каждый друг другу начинают рассказывать, кто и что и сколько раз должен сделать. Вместо того, чтобы заняться собой, своими потребностями. Да, потому что появляются дети, и все как снежный ком, только нарастает, и проблем не то, что не становится меньше. Больше. Их становится действительно больше, именно поэтому количество разводов, в общем-то, превалирует. Ты знаешь, вот эта агрессия, которая живет в людях, она, вот человек, оно существо очень творческое. Если крыса или собачка, она агрессию проявляет вот прям открыто, оно может гавкнуть животное, оно может укусить, оно может шерстку поднять, то человек никогда этого не сделает. Он сделает изысканно, он сделает изощренно. То есть он может там погрызть деревяшку от обиды, от досады, а может это деревяшкой по голове дать. То есть вот это большое количество насилия и агрессии по отношению друг к другу, это не потому, что люди плохие, а потому что они опять-таки не знают свой внутренний мир и свои потребности пытаются решить через другого человека, заставляя его что-то сделать, по сути дела. Ты мне должен, ты моя жена, и ты мне должна. Ну почему? Ну такие социальные конструкции были раньше. Сейчас они другие, сейчас мир меняется. И вот знаешь, единственное, что можно сделать, когда мир меняется, измениться самому. Ник, тема семьи, она, конечно, я в самом начале нашей программы сказала, что это очень такой большой пласт, и об этом, я думаю, что мы поговорим и продолжим разговор в наших следующих программах. Но вот сегодня в итоге учимся договариваться, меняемся сами и не меняем, не стараемся изменить своего партнера. Да, учимся коммуницировать так, чтобы сделать себе хорошо, и при этом, чтобы вашему партнеру было тоже хорошо. Спасибо большое. И чтобы у вас была счастливая семейная жизнь. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова